На торжественный прием губернатора пришли 20 кубанских спортсменов, которые участвовали на Олимпиаде. Глава региона поздравил чемпионов, а спортивным чиновникам напомнил, для высоких достижений нужна основа. Очень важно нам сегодня осознать, как медали олимпийские или самоучастие в Олимпиаде трансформировать в обычную жизнь наших мальчишек и девчонок. Понятно, спорт высоких достижений – это очень хорошо, но надо сделать так, чтобы спорт стал массовым для детей. Потому что дети – это селекция для спорта высоких достижений. Если сегодня мы эту селекцию не будем делать, если мы сегодня оставим спортивные школы без внимания, районные, сельские спортивные школы, поселковые, то, по большому счету, большая река российского спорта же иссякнет. Губернатора в этом поддержал тренер женской сборной России по гандболу. Он привел команду к чемпионству в Бразилии. Евгений Трифилов, который также тренирует гандбольный клуб «Кубани», считает, что уже со школы нужно искать талантливых ребят. Я 25 лет путешествовал по России, я могу сказать, что край изменился. Изменился в лучшую сторону. Край на сегодня самый спортивный. Единственная просьба, единственная просьба, в каждой школе должен быть такой зверек заучек, который каждый раз утром, сколько у тебя группа? Не 4 человека, а 15. Ну просто надо потихонечку работать. Всего кубанские атлеты завоевали в Рио 6 медалей, 3 из которых – золотые. Вы в курсе, что большинство всероссийских соревнований по парусному спорту проходят именно в Сочи? Это и чемпионат России, Кубок России в олимпийских классах яхт, а также рождественская регата и зимние старты. Здравствуйте, я Инга Габиша и на канале ВКТ время программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как учатся повелевать парусом и с кого берут пример начинающие спортсмены? На эти и другие вопросы мы попросим ответить заместителя директора Центра олимпийской подготовки по парусному спорту Нону Гребенникову. Здравствуйте, Нону Геннадьевну. Очень приятно, здравствуйте. Наша парусная школа существует уже больше 30 лет. То есть официально была образована в 1980 году, когда был построен парусный центр на Бзугу-6, как запасная база летней Олимпиады 1980 года. И тогда маленькая школа была парусная. То есть мы уже с 1980 года очень много раз поменяли наименование. И мы раньше были восьмая школа, теперь четвертая. Теперь мы составим большой школу. У нас 8 видов спорта. И один из видов спорта, который мы культивируем, это парусный спорт. Основная база у нас на улице Бзугу-6 – это Федеральный центр подготовки Югспорта. Под руководством Михаила Васильевича Дрюмова. Сочи, море, парус – это, наверное, стандартная картинка, которая возникает в голове у каждого при слове «курорт». Но парус, наверное, вы подтвердите, это не только отдых, но и большой труд. Сколько нужно лет потратить, чтобы сказать «все, я повелеваю парусом»? Ну, это вопрос спорный. То есть парусному спорту можно учиться всю жизнь. То есть дети к нам приходят в 9 лет, и наш спорт очень как бы возрастной. То есть если у других видов спорта спортсмен там уже в 25 лет, в 35 лет, то есть они уже не могут быть действующими спортсменами, то наш вид спорта предоставляет такую возможность именно в олимпийских классах показывать результат очень долго. Ну и помимо именно олимпийского вида спорта, как парусный спорт, существует такое понятие, как яхтинг. То есть яхтинг, он вообще безвозрастной. Яхтингом можно заниматься там, ну, условно, там с 2-3 лет и до глубокой старости, пока тебе позволяют здоровье и силы. У меня есть сотрудник, который 1930 года рождения. То есть ему сейчас получается 87 лет. У него есть небольшая яхта. И вот он только что мне звонил, и он ходил уже на яхте в море, то есть в сторону Туапсе и обратно. Вот вам возрастные категории. Здорово, здорово. Сколько именно детей сегодня занимается этим видом спорта? Где находится отделение, вы сказали, да? И в каких классах яхт вы их готовите? Ну, смотрите, значит, отделение у нас насчитывает порядка 75 человек. Вот, значит, начинаем мы с самого юного класса, то есть обучающего. Это класс оптимист. То есть это международный детский и юношеский класс, на котором начинают обучение, ну, практически все будущие яхтсмены. Ну, это как бы классическое такое обучение. Потом у нас переходит, есть класс зум, класс кадет, это все тоже детско-юношеские классы. И потом идут уже олимпийские классы, яхт – это лазер. То есть здесь уже, то есть чем ребенок становится старше, то есть возрастная категория, тем, соответственно, увеличивается класс лодки, то есть по длине, по парусности, то есть, ну, свои такие, как бы, нюансы. И потом началось есть лазер, потом у нас есть класс 420. Ну, я, такое название интересно, 420 – это по длине лодки. Потом у нас есть олимпийский класс 470. Это уже 4 метра 70 сантиметров, то есть это уже двухместные яхты, то есть это уже взрослые спортсмены от 16 лет и старше. То есть здесь уже возрастная категория не имеет значения. Вот. Потом у нас еще есть парусная доска, то есть тоже, так сказать, отдельный подраздел парусного спорта – это Бигтехно и олимпийский класс РСХ. Вот, кстати, сейчас заканчивается сегодня последний день соревнований. В Фоногории, это где-то 60 километров от Анапы, кубок Фоногории. Вот. Там принимают участие наши спортсмены, притом хорошо очень даже выступают. Вот. Сейчас они готовятся, у них отбор на первенство страны в этом классе, в городе Таганроге. Вот. Поедут уже потом на первенство страны. Еще у них там отбор на Европу. Ну, тут сложно сказать насчет Европы, но на первенство поедут точно. Пожелаем им удачи в любом случае. Ну и в Сочи регулярно проходят регаты, и это отличное подспорье для ребят. Ведь можно смотреть на старших товарищей, брать с них примеры, ну или наоборот учиться на их ошибках. Есть с кого в Сочи брать пример? Ну, если учесть, что у нас бронзовая победительница олимпийских игроков Стефани Елфутин, то пример, конечно, есть. Откуда брать? Как раз это вот олимпийский класс, парусная доска, РСХ, тренер Валерий Айвазян, который ему буквально недавно присвоили заслуженного тренера России. За успехи, за, как бы, на этом, так сказать, поприще. То есть он отдал парусному спорту. Он и сам действующий был спортсмен многолетний. То есть он победитель и призер там и мировых соревнований, ну и понятно, что и всероссийских. Вот. И больше 30 лет он отдал парусному спорту. Вот воспитал такую спортсменку. Вырастил, так сказать. Ну, притом это, как бы, не конечный результат. То есть у них сейчас настроена следующая олимпиада. То есть, ну и, соответственно, на медали более высокого ранга. Притом есть. Отлично. Да. Но что касается сочинских регат, это действительно подспорит для спортсменов? Да, нам очень это хорошо, что мы можем задействовать практически весь свой флот. То есть вывести всех детей. То есть понятно, что выездные соревнования, это затратно. Это, во-первых. Во-вторых, это у нас вид спорта, который связан с перевозкой материальной части. То есть мы не просто возим спортсменов, мы за собой еще возим катера и наши спортивные суда. И вот с этим большая, как бы, сложность, потому что нужны машины, специально оборудованные под перевозку яхт. И потом, скажем так, машина одна, а спортсменов гораздо желающих больше. А когда соревнования проходят по месту, тут уже, как говорится, у нас нет проблем. То есть главное, чтобы был уровень, да, ну и, соответственно, там внутренняя квалификация, там и участвующие классы. Поэтому, конечно, очень хорошо, что у нас практически с января месяца у нас первые соревнования в городе Сочи проходят. С пятого, ну там плюс-минус где-то 5 января по 10-11 января. Это у нас называются зимние старты, всероссийские соревнования к нам приезжают со всей страны. Кстати, у нас на следующий год они юбилейный год, по-моему, 35-е зимние старты. То есть это вот, по сути, первые соревнования были, когда вот только образовалась школа. Вот, ну там буквально на третий, на второй-третий год. И вот мы уже столько лет проводим вот эти соревнования. Традиционные соревнования. Ну, у нас есть несколько по Краснодарскому краю. У нас есть геленджикская регата, тоже традиционная. То есть она тоже там, вот сейчас, по-моему, будет у нас 27-я или 28-я геленджикская регата. И также вот у нас всероссийские зимние старты. Это вот наши регаты. И потом уже пошли в феврале, в марте. Это уже этапки Кубка России. Это уже такие-то тоже знаковые соревнования. Потому что по четырем этапам выявляется победитель, то есть финала Кубка России. И у нас в этом году, как и в прошлом, состоится самое главное соревнование нашей страны. Это чемпионат России в олимпийских классах в октябре. Я не беру чемпионаты Европы, чемпионаты мира. Там, ну, это, конечно, уже другой уровень. Будем ждать и наблюдать. Да, я вас приглашаю приезжать. И будем рады всегда большое количество спортсменов. То есть там упорная борьба. То есть бывает, что в последней гонке в медаль не решается, кто будет победителем. Как в прошлом году у нас спортсмен Александр Аскиров, он все соревнования, то есть практически все гонки, ну, выходил на первое место, а в медальной гонке, к сожалению, не сложилось. И он стал из первого третьим. То есть такое тоже бывает. Это тоже риски. То есть у нас спорт такой все время меняется. То есть очень изменчивый. То есть нужно все время как бы контролировать. То есть спортсменов, погоду, то есть, ну, и себя-то в том числе. То есть как бы именно настрой, то есть психологический настрой. Это тоже очень важно для спортсменов высокого уровня. А вот вы упомянули Стефанию Елфотину. Действительно, о Кубани есть кем гордиться. Это спортсмены, выращенные здесь, в нашем регионе. И их имена даже увековечены в Краснодаре. Давайте посмотрим видеоматериал. С удовольствием. Летом поручил заложить в честь наших олимпийцев аллею. Сделали. Теперь в Краснодаре есть еще одно памятное место. Платанами увековечат имена олимпийских и паралимпийских чемпионов. Идею предложил глава региона на встречу с кубанскими спортсменами после летних игр в Рио-де-Жанейро. Участие в высадке деревьев приняли прославленные атлеты, тренеры и учащийся спортшкол. Знаете, как говорят, что человек должен посадить дерево, вырастить сына и построить дом. А вот дом построил, сына вырастил и дерево посадил. Озеленение, садим деревья, помогаем природе. Это тоже все замечательно, поэтому акция очень хорошая. Сейчас в Краснодарском крае 80 призеров Олимпиад. Именными деревьями планируют высадить весь парк рядом со стадионом «Кубань». Вот в Сочинском яхт-клубе тренировочные сборы проводит паралимпийская сборная. Так ли это и как проходят эти сборы? Ну, смотрите, в этом году я их, честно говоря, не видела, а вот в прошлом они были. Дело в том, что яхтенный именно парусного спорта паралимпизм, он наш-то сложный, скажем так, проблемный. А уже для паралимпийцев, то есть это еще высшая ступень сложности. Опять же, это связано с людьми, которые помогают, с помощниками. Не хочу говорить обслуживающий персонал, потому что это грубо звучит. То есть люди, которые помогают. То есть это не только лодку перевезти, это собрать, это спустить. То есть если наши спортсмены самостоятельно спускают на воду, уходят, то для паралимпийцев нужно задействовать кран. То есть они не везде могут проводить свои сборы, только в специально оборудованных яхт-клубах, которые под это дело сформированы и есть. Но у нас в Сочи это возможно. Да, у нас в Сочи это возможно, но, к сожалению, тоже все... Опять же, финансирование, финансирование, финансирование. И потом, понимаете, научить спортсмена, скажем так, с ограниченными возможностями парусному спорту очень сложно. То есть здесь предполагается, что он уже умел, то есть он уже знает. И потом, соответственно, что-то в жизни у человека произошло, то есть несчастный случай или что. И он уже продолжает свою карьеру именно в этом виде спорта. То есть все очень непросто. У нас их, по-моему, было всего, по-моему, 3 или 4 лодки специальные. То есть, опять же, это связано с яхтами, которые... То есть это специальное оборудование, отличающееся от оборудования, которому используются, ну, как бы стандартными спортсменами. Ну, я надеюсь, что мы будем его развивать, потому что у нас очень сильная команда паралимпийцев, в общем. То есть у нас очень сильные люди. И есть желание, я думаю, есть спортсмены. А у нас есть видеокадры встречи губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с кубанскими паралимпийцами. Встреча проходила после альтернативных игр. Как все мы помним, наши не попали в Рио. Давайте посмотрим сюжет. Торжественный прием провел губернатор края. Он поздравил спортсменов. От Краснодарского края участие в соревнованиях приняли 5 атлетов. Они завоевали 4 медали, одна из них – золотая. Но говорили не только о спорте. Очень важный вопрос. Человек, который находится на коляске, чтобы развиваться, не только в спорте, а в другой профессии, должен куда-то пойти, куда-то выйти. Мы сейчас требования однозначные, жесткие, предъявленные за всем застройщикам, что элементы доступной среды должны быть у всех зданий. Для того, чтобы не только спортом занимались, но и просто могли чувствовать себя такими же, как и все. Это очень важно сегодня. Сегодня для меня, для администрации края и в целом такую задачу я ставлю перед главами поселений, муниципальных образований. То есть должна быть эта доступная среда, о которой мы так все время говорим, она должна быть реально доступной. Она должна быть не просто в заявлениях, она должна быть в жизни. Вы те, кто вдвойне, втройне сильны духом, потому что продолжаете жить, бороться, жить активно, радоваться жизни, что само по себе очень важно. Работу продолжат и в развитии спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями, чтобы как можно больше человек смогли заниматься физкультурой. 417 тысяч на сегодняшний день на территории края находятся в такой непростой ситуации. И, к великому сожалению, пока только 14% занимается именно физической культурой и спортом. Конечно, мы будем делать все, потому что губернатор на такую задачу ставит, чтобы как можно больше привлечь, особенно молодых людей, для занятий физической культурой и спортом. Сейчас в крае работает 28 спортивных клубов для людей с ограниченными возможностями. Цель – чтобы такие комплексы были в каждом районе. Людям, далеким от парусного спорта, может показаться, что во время регаты паруса просто качаются в морской долине. На самом же деле там всегда идет борьба. Какие основные задачи должен выполнить спортсмен во время регаты? Давайте объясним сочинцам, чтобы теперь все мы со знанием дела наблюдали за турниром. Международные правила гонок, по которым проводятся все соревнования в мире. То есть, начиная от наших даже муниципальных и заканчивая всемирными любыми чемпионатами и первенствами. То есть, и для этого существует такой документ, как гоночная инструкция, которая составляется главным судейской коллегией. И потом она предварительно, то есть, заранее вывешивается на специальных местах, чтобы спортсмены ознакомились со своей дистанцией. То есть, гоночная инструкция подразумевает прохождение дистанции. Дистанция состоит, соответственно, из старта-финиша и прохождения определенных знаков. То есть, у нас называются они буи. И вот и поочередность прохождения этих буев, то есть, дистанции, как раз таки является тем показателем для спортсмена, что он должен сделать. При том, для разных классов дистанция бывает по-разному. То есть, прохождение знаков тоже разнятся. Потому что есть классы очень быстроходные, такие как 49-й, как Нагро, Фейкс. То есть, если оптимист проходит эту дистанцию, ну, словно там за 30-40 минут, то 49-й ее пройдет за 10 минут. Поэтому дистанция, то есть, уже сейчас для быстроходных классов выстраивается одна дистанция. И для, ну, более, так сказать, тихоходных классов идет вторая дистанция. Тем более, сейчас практикуется даже до трех дистанций выставляет. То есть, сейчас стараются как бы максимально сделать это зрелищно, быстрее. То есть, как и любой вид спорта, мы претерпеваем изменения из года в год, потому что это требует и сам вид спорта, и требования Олимпийского комитета. То есть, спорт должен быть интереснее, спорт должен меняться. Вот, то есть, и вот, соответственно, международные правила тоже под это подстраиваются, меняются. То есть, раньше дистанции были очень длинные. Спортсмены даже вот, ну, которые уже там, ну, скажем так, уже возрастные там и так далее, говорят, что вот мы стартовали, а знак первого, где мы там делали ложные повороты, его и не видно. Идем, и идем. Сейчас, наоборот, стараются сделать максимальное количество гонок, но дистанция короткая, чтобы, ну, здесь вот все на технику, на стратегию, на быстроту, чтобы быстро, то есть, на меняющиеся условия. Сейчас, конечно, скажем так, с одной стороны, для спортсменов это сложнее, потому что, ну что, стартовали, идем там, то есть, можно там за длинный галст кого-то обойти, а сейчас вот, если ты стартовал не очень, то есть, ты не умеешь стартовать, то все, то есть, результата ты не покажешь. То есть, уже до дистанции, просто тебе не хватит времени что-то там отыграть, какие-то там секунды и так далее. Вот, поэтому... Действительно, много интересных тонкостей. Ну, это любой вид спорта, да. Тем более, есть виды спорта, которые, как говорится, есть циклические, а есть такие, как у нас. То есть, циклические – это вот бег, плавание, то есть, ну, здесь на движении, то есть, отрабатывается точность движения. А у нас, к сожалению, идет агрессивная среда, как считается, вода, да. То есть, опять же, в зависимости от воды свои нюансы, то есть, которая вода более соленая, то есть, по-жимому, если соревнования проходят, скажем, там, на море и на водохранилище, тоже имеет значение, да. Вода, ветер, то есть... Ну, я про ветер даже не говорю, даже просто про плотность воды. То есть, судно ведет себя в разной воде, в разной плотности воде, то есть, ведет, соответственно, то есть, проседает или, наоборот, всплывает, то есть, все-таки-то тоже имеет значение. Опять же, соленая вода тоже бывает разная. Многое зависит не только от спортсмена. Ну, от спортсмена многое зависит, но зависит и от качества материальной части, То есть от лодки, соответственно, да, как у него вооружена лодка, то есть настройки. То есть чем сложнее, то есть чем больше яхта, тем она сложнее в настройках, тем у нее больше всяких облочков, веревочек, там, всяких трапеций, плюс слаженность экипажа. То есть у нас же есть экипажи не только одиночные, да, вот тот же Оптимист, там, Лазер, а все вот эти уже олимпийские классы, не все, то есть, ну, многие, та же там 49-й, Накро, 70-ка, то есть они, это уже два человека, это слаженность экипажа, работа, то есть вдвоем, то есть понимать, как говорится, с полуслова, с полузгляда, потому что просто нет времени там рассказывать своему там рулевому шкоту, вот ты там вот должен вот это сделать, а ты вот это сделаешь, то есть он уже должен знать, что он должен сделать. Единомышленники. Ну, да, ну это все отрабатывается, это все тренировка, это тренировка, тренировка, ну и работа, безусловно, тренера, то есть тренер здесь царь и бог, так сказать. Например, у альпинистов всегда есть непокоренные вершины, куда хочется дойти. А какие цели ставят перед собой спортсмены парусного спорта? Если так говорить, уже максимально это вхождение в сборную в России. То есть это максимальный показатель. Ну и, безусловно, выступление на Олимпиаде. То есть это вот та вершина, которую каждый спортсмен мечтает покорить. То есть быть отобранным на Олимпиаду, ну и, соответственно, показать результат на этой Олимпиаде. Пьедестал, конечно. Пьедестал. Ну, заветная мечта каждого спортсмена. Ну, заветная мечта, да. А есть ли для этого у них потенциал, у наших? Потенциал? Ну, мне сложно говорить, я не тренер. То есть потенциал рассматривает тренер. И опять же, ну, слово, к сожалению, у меня тоже частенько звучит. Чтобы получить высокий результат, это совокупность многих факторов. Это совокупность таланта спортсмена, совокупность работы таланта тренера. Это желание родителей помочь на начальном этапе. То есть родитель должен быть сам заинтересован. К сожалению, дети, когда приходят в 9 лет, ну, они не всегда, как бы, уверены, что это их вид спорта, и они готовы там выкладываться. То есть очень часто идут родители. То есть родителям нравится этот вид спорта, и они хотят, чтобы дети им занимались. И вот это желание, как бы, совокупности, ну, и плюс, конечно, финансы. То есть на начальном уровне все равно требуется помощь родителей, там, ну, во многих вещах, скажем так. И потом, и заранее спрогнозировать, что вот этот мальчик в 9 лет пришел, и через 9 лет он будет там членом сборной России, покажет высокий результат. Ну, очень сложно. Это выявляется уже, у нас же есть, как бы, деление на начальную подготовку, на тренировочный этап, на этап, ой, с ССМ, совершенствование спортивного мастерства. И самый высший этап у нас это ВСМ, то есть это, вот, значит, ВСМ это уже мастера спорта, мастера спорта международного класса, уже заслуженные мастера спорта, ну, как в данном случае, Стефания. И вот здесь уже, то есть когда, где-то это уже все видно, где-то лет после 16-18, то есть какие результаты, какие, ну, как сказать, желания. И потом много, то есть они вот учатся в школе, да, ну, потом школа заканчивается, они поступают в ВУЗы, при том они поступают в ВУЗы, ну, скажем, любые другие, кроме физической культуры и спорта, уезжают в другие города, и, опять же, слово чудесное, к сожалению, уже не имеют возможности так полноценно заниматься нашим видом, ну, любым другим видом спорта. Это не только наш вид спорта, это, в общем-то, я думаю, и всех остальных, вот. По большому счету, родители приводят детей, чтобы здоровый образ жизни, ну, то есть чтобы он был занят, чтобы ему было интересно, чтобы он занимался, вот. И, соответственно, редко родители ставят, что вот мой сын будет олимпийцем, там, ну, есть такие родители, безусловно. Моциозные. Да, да, осознанно, то есть они осознанно идут к этой цели, ну, скажем, в процентном соотношении там, ну, совсем немного. В Краснодарском крае много приморских курортов, так где еще проводятся парусные гонки, ну, и кто соперники наших сочинских спортсменов, насколько они сильны? Ну, у нас есть, как, не то, что школы, как сказать, то есть у нас парусный спорт развивается практически на всем побережье, то есть, значит, Сочи, потом идет Анапа, Геленджик, Новороссийск. В самом Краснодаре непосредственно они занимаются на водохранилище, то есть у них там есть отделение школы, ну, не отделение, то есть у них есть тоже парусный спорт, там мы даже раньше приезжали к ним, у нас было первенство Краснодарского края, которое проходило на Краснодарском водохранилище. Вот, потом Ейск, вот были у нас тоже соревнования в городе Ейске, Всероссийский кубок, Ейский кубок, там в основном парусной доской занимаются. И еще у нас Темрюкский район, вот мы сейчас буквально 12-го числа уезжаем на первенство чемпионата Краснодарского края, которое будет проходить в Темрюкском районе, Станица Голубицкая. Значит, Всероссийские соревнования проходят, соответственно, в городе Геленджике, как я вам говорила, вот это вот 27-я вот эти вот Геленджикские регаты, это как раз Всероссийские, то есть город Геленджик тоже их проводит. То есть они вот у нас проходят осенью, по-моему, в сентябре будет, или в октябре, ну, по осени уже. Вот, но там это сложнее, потому что ехт-клубы в том же, в той же Анапе, в том же Геленджике, они практически находятся на пляже, то есть в городской черте. То есть если у нас здесь отдельно выделенная территория, да, то есть как бы техническая зона, она была построена, она создана, и она очень удобна, то есть она оснащена там оборудованием, там туалетами, ну, все-все-все в соответствии с как бы с требованиями. То, конечно, в других городах с этим сложнее, то есть нет таких полноценных ехт-клубов, вот как нас, ну, не ехт-клубы, то есть в таких центрах, где можно проводить такие полномасштабные соревнования. Ну, я надеюсь, что построят, яхтинг развивается, он не стоит на месте. Притом у нас сейчас есть Меретинский вот порт, который тоже, они вот в ехт-клуб, как бы, ну, то есть там у нас, ну, не у нас, там есть коммерческая школа, то есть там тоже альтернативная, то есть там можно тоже заниматься детям, то есть, где как, потому что если дети живут в Аддере, им, конечно, тяжело ездить в Сочи. Ну, пробки, ну, в любом случае, расстояние школы, это все накладывается в отпечаток. Так что развиваемся потихоньку. Федерация парусного спорта, у нас есть и Сочинская, и Краснодарская, вот как-то взаимодействуете, есть какое-то сотрудничество? Да, у нас есть Федерация города Сочи под руководством, то есть президент у нас Виктор Валерий Чайвазян, а вице-президент Алексеев Валерий Васильевич, то есть уже тоже очень старейший, так сказать, яхтсмен нашего города Валерий Васильевич, очень заслуженный человек, командор парусного центра, вот, и есть Краевая организация парусного спорта. В известной песне «Машины времени» поется, что бури бояться не стоит, страшнее полный штиль. Так вот, такой лирический вопрос. По вашему мнению, что лучше для спортсмена и в спорте, и в жизни? Я вам хочу сказать, что для спортсмена лучше золотая середина. То есть, если штиль, то это не страшно, это просто отмена соревнований, и все, они сидят там, ну, или на берегу, или выходят на воду, ждут сигнала. Вот. А вот если бури, вот это уже совсем нехорошо, потому что это, ну, в зависимости, конечно, от силы ветра, от погодных условий, то есть всякое бывает, и переворачивается, рвутся паруса, и ломаются мачты. А в связи с тем, что это у нас все очень дорогое, то лучше в бури не попадать, да, лучше ее пересидеть на берегу. Хотя бывает, что очень непредсказуемо. Вот у нас в каком году? В 2013 году, в 2014 у нас не было зимних стартов, а в 2013 году у нас были вот в январе соревнования, и у нас в последний день, то есть вышли на гонку, и потом пришел шквал. То есть, ну, тут, ну, вот, и, конечно, работа МЧС, работа, то есть пришлось прямо затаскивать детей, там, конечно, вот, поэтому лучше не надо, да. Поэтому пожелаем нашим спортсменам попутного ветра. Большое спасибо. И вам, Нонна Геннадьевна, спасибо за участие в нашей программе. Напомню, гостем программы «В курсе» сегодня была заместитель директора Центра олимпийской подготовки по парусному спорту Нонна Гребенникова. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и до встречи в эфире.